Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В СМИ необходимых есть 59. Некоторые депутаты отметили, что за счет штрафов надо компенсировать ущерб жильцам. Кроме того, возникает заинтересованность фонда в штрафах. Несмотря на эти аргументы противников, депутаты ОЗС во втором чтении поддержали поправки в закон о фонде капремонта. Министр энергетики региона Андрей Балдыков отмечает, что теперь можно экономить средства бюджета и не направлять их на содержание фонда. Программа Экономика. Чиновникам дали 4 месяца на то, чтобы отчитаться о криптовалютах. Депутаты ОЗС одобрили проект закона, согласно которому государственные и муниципальные служащие должны не только отчитываться о своих доходах и доходах семей, но и о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Отчеты нужны по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов за предыдущий год, если сумма по таким сделкам превышает общий доход человека за три последних года. Сделать это нужно до конца июня 2021-го. Подобные законы принимаются сейчас во всех регионах в связи с тем, что в конце 2020-го президент подписал соответствующий указ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. 2,5 миллиона рублей штрафов должны управляющие компании Кирова за сосульки и сугробы. С начала 2021-го управляющие компании получили 650 предостережений. Реагировать на них, по словам начальника управления административно-технического и муниципального контроля городминистрации Андрея Костина, коммунальщики обязаны в течение суток. Однако 25 компаний не устранили последствия снегопадов даже после предостережения. Их оштрафовали в общей сложности на 2,5 миллиона рублей. Напомню, что недавно в Кирове одну из управляющих компаний, работающих в Ленинском районе, оштрафовали на 400 тысяч за неубранный снег с крыши. Речь всего лишь о четырех домах, то есть за каждый дом по 100 тысяч рублей. На этом все. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ